Дорогие друзья, всех приветствую на нашем канале. Меня зовут Юлия Назаркова, я создатель бренда Zen Home. И сегодня хочу поделиться с вами очень классной практикой, которую практикую на постоянной, на ежедневной основе. И это будет у нас с вами практика благодарности. Но прежде чем перейти к практике благодарности, предлагаю нам с вами вытащить, вытянуть одну из карт и, собственно, посмотреть, какое послание к вам пришло сегодня, то есть какую карту вы берете сегодня. Для этого я использую нашу Zen-колоду, то есть наши 60 карточек. И, собственно, сейчас перемешаю колоду. Ваша задача загадать сейчас цифру от 1 до 3. Собственно, просто держать по мне и задать себе вопрос, что же мне готовят сегодняшний день. И вот выбрать цифру от 1 до 3. И, собственно, я вытяну карту, и это и будет ваше послание. Давайте для номера 1 вытягиваю первую карту. И это у нас с вами вопрос о любви к себе. И он такой. Вспомните три случая, когда вы остались верны себе, несмотря на давление общества или сверстников. И как вы можете продолжить это делать. То есть такая у нас с вами карта. Я ее, в принципе, приложу внизу, ссылочку на нее. И, в общем-то, у вас будет возможность разобрать, написать и письменно ответить на данный вопрос и подумать, почему именно сейчас эта карта откликается вам. Итак, давайте для номера 2 тоже выберу карту. И это у нас с вами послание о карьере и финансах. Возможно, вам именно сейчас об этом нужно задуматься, и вопрос звучит так. Точнее, здесь у нас с вами не вопрос, а послание. То есть такая фраза, которая, возможно, вам что-то напомнит, к чему-то обратит ваше внимание. У нас всегда есть выбор. Сделать шаг вперед или вернуться туда, где безопасно. То есть, возможно, сейчас для вас как-то эта фраза проиграется. Возможно, вы, например, не можете пойти куда-то вперед. Но помните, всегда можно, если что, вернуться назад. Но шаг вперед всегда, возможно, труднее сделать. Но помните, всегда есть, если что, запасной вариант. И у нас с вами третья карта. Сейчас вытянем, интересно, что попадется в этот раз. Так, как интересно, здесь у нас с вами ассоциативная карта на восполнение ресурсов. То есть ассоциативная карта – это что-то типа метафорической карты. То есть определенное изображение, которое вы можете разглядывать и искать те смыслы и те идеи, которые именно подходят конкретно вам. То есть что вы конкретно видите на этой фотографии, какие чувства вызывает эта картинка. То есть вот как вы ощущаете всю эту, скажем так, ситуацию, как она сейчас проигрывается в вашей жизни. Вот, все карточки я приложу, ссылки под этим видео. То есть, соответственно, вы сможете зайти, посмотреть и выбрать ту, которая была ваша. То есть первая, вторая или третья. Но сейчас предлагаю переходить к практике благодарности. Она, кстати, тоже у нас есть в нашей колоде. Дзян карточек. И звучит она так. Итак, я хочу поблагодарить себя за… И, соответственно, здесь можно прям писать огромное количество вариантов, за что вы будете себя благодарить. Очень часто люди говорят, блин, не понимаю вообще, зачем это нужно. И в первую очередь хочу обратить внимание на то, что это не значит, что теперь нужно специально делать что-то в течение дня, за что вы будете себя благодарить. То есть за что вы будете говорить себе слова благодарности. Эта практика нацелена и направлена на то, чтобы фокус с негатива смещать на позитив и начинать отмечать те моменты, которые действительно могут классно проигрываться в вашей жизни и, соответственно, какие-то, возможно, преподносить вам уроки. То есть эта практика направлена на то, чтобы в обычном вашем дне замечать как можно больше позитивных, радостных моментов, тех моментов, которые вас наполняют и которые приносят вам удовольствие. То есть как мы ее выполняем? Я обычно это делала с утра, но можно делать и с вечера. То есть, например, вы можете писать с утра про прошедший день или также вечером про прошедший день. Вы садитесь, открываете тетрадь, открываете, возможно, заметки, но я рекомендую все-таки открывать тетрадь, чтобы писать от руки, потому что это лучше просто фиксируется вашим мозгом и лучше ощущается и принимается. Но если вам вообще никак неудобно писать там в тетради, то вы просто можете завести отдельную папку у себя в телефоне в заметках и прям каждый день складировать свои благодарности. Также можно сделать, например, отдельный канал в Телеграме, где вы просто каждый день будете закидывать свою заметку, то есть свое сообщение со словами благодарности себе. И здесь могу сказать так, что благодарить себя, своих друзей, своих близких, вообще в принципе все, что вас окружает, вы можете за разные вещи. То есть, в принципе, например, я благодарю за то, что соблюдаю режим сна, за то, что, допустим, умылась, за то, что сделала маску, за то, что сегодня сделала свой первый шаг на пути к какому-то большому действию, за то, что куда-то сходила, за то, что сказала мужу добрые, приятные слова, за то, что позвонила родителям, за то, что что-то купила себе и так далее. То есть здесь вы реально можете начать благодарить вот прям за все то, что вас окружает. Благодарить себя, например, тех людей, которые сейчас с вами, допустим, вашего мужа, ваших детей, да даже, не знаю, ваших животных, которые вас радуют, там, как бы радуются вашему приходу и так далее. И здесь вы можете подумать, что, блин, я вот три дня сейчас так попишу, а потом начнут от раза к разу повторяться вот эти какие-то моменты. Но с другой стороны, представляете, что вы начнете, грубо говоря, таким образом переосмыслять свой день. То есть одно дело, вы просто проживаете день на автомате, день идет один за другим, день за днем и так далее. Но здесь вы начнете замечать, что ага, вот за это я реально благодарен и очень классно, что это есть, и подмечать эти моменты. То есть, представляете, через год вы проведете этот дневник благодарности, вы к нему возвращаетесь, а там столько классных моментов, про которые вы уже 100% забыли. Но это то, что вернет вас туда, и еще раз, да, вы проживете это, и это то, что опять же заново наполнит вашу жизнь. Поэтому не переживайте, что будет, например, не будет, там, нечего будет писать, не придет ничего в голову. Нет, постепенно начнет вырабатываться вот эта вот практика и вообще начнет вырабатываться вот эта вот история, подмечать все вокруг, то, что вас действительно радует. И вы заметите, что если, например, первый день 10 пунктов будет написать очень-очень сложно, потому что вы будете думать, блин, а это вот меня радует, не радует, да, то через неделю, через две вы реально спокойно напишите 10 пунктов и даже 15-20 пунктов будете писать реально с легкостью. Просто по той простой причине, что вы реально начнете подмечать то, что вас наполняло все эти дни, да, все, что вокруг вас радовало. Иногда бывает такое, что вы что-то забыли, можете вспомнить, да, например, что с вами было там пару дней назад, и тоже за это поблагодарить себя и окружающих, ну, то есть, кто повлиял, скажем так, на это действие. Еще хочу сказать такое, что не обязательно делать это прямо на ежедневной основе, не обязательно это прямо вот себя этим всем как-то прямо мучить, вы можете это делать периодически. Просто знать, что иногда, когда кажется, что, блин, там, все плохо, все обрушилось, я уставший, вот в этот момент это очень крутая вообще, очень крутой момент поблагодарить себя за все то, что было с вами. Или начинайте, например, уставать, обесценивать, приходит какой-нибудь там синдром самозванца или еще что-нибудь. Прям вот это тот классный момент, когда вам нужно сесть и поблагодарить себя за все то, что с вами было в ближайшее время, в ближайший год, в ближайшие пять лет, вообще, в принципе, за всю жизнь, чтобы прожить, скажем так, эти эмоции. И что самое главное, иногда бывает, например, есть какие-то обиды, есть какие-то разочарования, вот злимся на что-то, подумайте, как вы можете на это посмотреть под новым углом и как раз поблагодарить за все то, что было. То есть сказать этому спасибо, что это вообще, в принципе, было, какой это опыт вам дало. И опять же, вы из минуса, из какой-то обиды в этом случае переходите в плюс, да, то есть и совершаете, скажем так, такую вот благодарность себе и окружающему миру. И это то, что начнет вас наполнять, это то, что начнет вас радовать, особенно классно это делать с утра, да и вечером, на самом деле, скажем так, подводить итоги дня. Да, поэтому пробуйте эту практику, действуйте. И хочу еще напомнить, что в нашей колоде 60 карточек, то есть осталось 59, потому что одну из них мы с вами разобрали. И получается, что здесь реально 60 практик, посланий, заданий, вопросов, которые вы можете делать ежедневно и наполняться, да, постоянно и делать себя каждый день счастливее. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео, буду рада, получается, лайком, колокольчиком, все, что нужно ставить в ютюбе. Буду рада комментариям, использовали вы практику или нет, поэтому пишите мне в директ, пишите мне в комментариях, буду рада любой обратной связи. Ну и, конечно же, напоминаю, что колода — это ваш ключ к самопознанию и к вашей счастливой жизни.